Сегодня глава администрации Марина Трескова провела выездное совещание по вопросу капитального ремонта пятой школы. Буквально на днях был подписан муниципальный контракт с подрядной организацией, которая займется реконструкцией аварийного здания. В рабочей встрече приняли участие и представители родительской общественности. Инициативная группа посетила будущий строительный объект и лично познакомилась с подрядчиком. Светлана Кель расскажет подробнее о том, как прошла встреча. Прогуливаясь по коридорам пятой школы, понимаешь, какую опасность скрывает за собой обвалившиеся под тяжестью несущих конструкций потолки и стены. Прошлой весной заключение независимых экспертов определило дальнейшую судьбу аварийного корпуса. Здание требует срочного капитального ремонта. В то время, пока велись переговоры и решались финансовые вопросы, учеников и педагогов распределили по городским учебным заведениям. Дима Смотров, Алексей Синицын, одноклассники. Учебный 2015 год ребята начали в восьмой школе. Учебный год прошел неплохо. Впечатление, что в новую школу ездили, новые друзья там. И все такое. Ездили на автобусе. Какие-то сложности возникали? В школе некоторые. Учеба. То, что новая школа. Посложнее уже, чем в своей. В то время, пока школьники осваивали учебную программу, их родители совместно с городской властью периодически встречали для обсуждения судьбы пятой школы. Сегодня можно говорить о результативности рабочих встреч. Проект реконструкции аварийного здания утвержден. Средства на его реализацию выделены. Подрядчик определен. Ремонт пятой школы вошел в новую фазу. Очень хочется, чтобы эта фаза, как та жизнь, которая развивается витком, была по спирали вверх. Хочется верить, что эта новая фаза действительно будет таким хорошим стартом для качественного выполнения муниципального контракта по проведению ремонта. Конечно, время затянулось, но вместе с тем хочется сказать слова благодарности и правительству автономного округа, которое нашло средства в окружном бюджете и целевой субсидии довело до города Лабытнанги. Стоимость муниципального контракта без малого 100 миллионов рублей. Срок его выполнения 13 месяцев. Уже с 1 июня к капремонту приступит строительная компания «Ямалжилстрой». Сегодня в рамках выездного совещания глава администрации Марина Трескова познакомила родительскую общественность с руководителем подрядной организации. Андраник Макаян в строительной сфере далеко не новичок. Опыт работы на социальных объектах, в частности на школах, уже имеется. За это техническое задание застройщик берется с большим строительным азартом. Потому что объект социальный, объект очень значимый. Это для наших детей. И, естественно, я очень внимательно отношусь к этим объектам. И поэтому наверняка буду и дневать ночевать здесь. Работы много, признается застройщик. Аварийное здание необходимо будет разобрать до основания. И, по сути, возвести новое. Строительные материалы уже закуплены и укомплектованы. Из Тюмени в Лабытнанге их доставят во большой воде. У строителей начинается подготовительный этап. Вот у них еще по-старому, вот они сделали, в общем, видишь, открытая проводка. Открытая проводка. А будет просто в кабель-канале. Ну, все будет то же самое. Все будет в кабель-канале. 1 сентября 2017 года эта пианино заиграет по-особому торжественно. В истории пятой школы появится новая глава. 30-летний юбилей образовательного учреждения ученики и педагоги встретят в родных стенах. Этого новоселья одинаково ждут как дети, так и взрослые. Вообще, я очень благодарен тем людям, которые будут отстраивать нашу школу. Так и заведения старые надо отстраивать. У них есть своя история. Родители все-таки на сегодняшний день живут, скажем, 1 сентября 2017 года, когда они зайдут сюда. То есть, вот основная такая цель людей. Все ждут с нетерпением, когда закончится этот ремонт. Хотя он еще не начался. Я думаю, он закончится в срок и будет полное соблюдение графики. Кстати, инициативная группа в лице родителей будет принимать активное участие в контроле качества строительных работ и сроков их проведения. Руководитель подрядной организации поддерживает такое сотрудничество. Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова